Всем привет, джедаи и ситхи, обитатели далекой-далекой галактики. С вами снова я, Двената Спейс. Сегодня я бы хотел рассказать вам о уникальном месте, находящемся на территории проклятых богами существ, создавших новые звездные войны, а точнее, я таких называю плохой пародией на фильмы, да, в Диснейленде это все находится. Сразу должен сказать, что это место, где я побывал, Диснейленд в Лос-Анджелесе, оно меня захватило именно вот этим отсеком, отсеком по звездным войнам. Это одновременно и коллекция артефактов, и офигенный магазин. Чем же он так мне запомнился? Казалось бы, сейчас правит всем не Пресвятой Лукас, а выродки из данной компании. Но на самом деле, я сразу же хочу сказать, что место, в котором я побывал, уникально. Сейчас я вам расскажу, почему. Не спешите гневаться в комментариях и говорить то, что я что, свою точку зрения поменял? Нет, друзья. Дело в том, что в этом месте находится почти все, что может желать фанат Звездных Войн. Стилизовано все идеально. Я даже не знаю, как это назвать. Это магазин, но скорее всего, это больше экспонаты. Экспонаты с разных эпизодов. Да-да, здесь отдали должное войне клонов, что, по-моему, немаловажно, ибо это самая обширная эра Звездных Войн и самая интересная. К сожалению, не было никакой Старой Республики, но что поделать. Само вот это здание напоминало хранилище, точнее, библиотеку в Храме Джедаев на Куруссанте. В некотором смысле. Там даже можно было сфотографироваться с Дартом Вейдером, что я, конечно же, сделал. Ну и в целом, это как звездолет, фактически, где имеются различные экспонаты по Звездным Войнам, как такой небольшой своего рода музей. И да, вот, наконец-таки, у нас Война Клонов. Ганшип красивый, все эти модельки очень детализированы. И копируют те, что были в приквелах. Ганшип, вот Звездолета я накинул, например. Один из моих любимых кораблей Звездных Войн вообще. Ну, после Rogue Shadow из Star Wars The Force Unleashed. Про все там у нас описано. Внизу тоже интересно, все стилизовано, как, знаете, крейты Баунти Хантеров. Вот такой вот Тантьев-4. По повстанцам, конечно, много всего. Ну, имеется в виду из оригинальной трилогии. Вон там костюм пилота Икс-Винга сейчас вам покажу. Тут сам же Икс-Винг показан. Resistance X-Wing. Точно так же здесь затронуты и другие звездолеты Звездных Войн. Ну и сам, да, костюм Люка Скайуокера. Ну, точнее, не Люка. Все в таких бегали. И выглядит он очень классно. Войнг очень понравился. Точнее, Ювинг. Очень детализированный. Наверное, самый детализированный из всех экспонатов по повстанцам. Ну, вот прям миниатюрный, но классный. Конечно же, не забыли Империю. Как же можно обделить Галактическую Империю? К сожалению, добавили вот этот треугольник от Кайло Рена. Он меня там бесил. Но в целом, вот у нас старый добрый Тайфайтер. С интересным дизайном. Ну, туда, опять же, треугольник Кайло Рена. Но зато, смотрите, Стар Дестройер. Старый добрый, красивый. Ничего в нем не изменено. Все по-старому, опять же, все описано. Но мы-то с вами знаем, что он означает. Поэтому, думаю, не следует вдаваться в подробности. Сама Звезда Смерти. Также вот тут просто написано скульптуру Звезды Смерти. Пояснения не требуется. Фигурка Дарта Вейдера от Сайдшоу, конечно, идеальна. Там они даже продавались. То же самое касается и семьи Фетов. Вот у нас Боба, вот у нас Джанго. Точнее, надо было сказать, вот у нас Джанго, вот у нас Боба. Ну и их Слейф One, Раб 1. Один из моих любимых кораблей, который был давно. Вот, я всегда о нем мечтал. Благо, у меня теперь где-то три версии его. Тут была такая интересная башка дроида, как в Дворце Джаббы. И тут заходишь, и тут действительно Кантина Мо Сайсли. Там музычка, которой играли те инопланетяне. Но я ее убрал, потому что иначе меня забанят. Ну а визуально показать все-таки стоит, я думаю. Да, там довольно темно, но это, наоборот, создает атмосферу Барона Татуини. Как вы знаете, там никогда светло не было. Также была небольшая комната, где можно было пособирать лего. И поиграть в лего игры. В принципе, там больше ничего не было. И это самая неинтересная комната. Но вон вы можете видеть части библиотеки. С храма Джедаев. И там даже есть с голокронами небольшое хранилище. Ну, скорее, это просто стенка подсвеченная. Но для фанатов-то это значит многое. И да, вот эти очередя, куда можно к Дарту Вейдеру пойти. Я, естественно, пошел туда. И вот, куда я сейчас направляюсь. Там уже начинается место. Хранилище артефактов по вселенной Звездных Войн. Ну и давайте посмотрим на сайд-шоу. Точнее, я сперва вам расскажу, что здесь. То есть, Лорд Вейдер стоит гордый, отличная фигурка. Тут у нас его внучок. А, нет, какой же он внук? Это же просто пародийная серия. Как я мог забыть? Джанго Фетт, великий охотник за головами. И Дарт Молл тут также героически стоит. Их всех можно купить. Но, к сожалению, у меня не было столько денег. Ну, точнее, я купил что-то даже круче. И это вы скоро увидите. Опять же, футболочки, картиночки, даже чехлы на айфоны. И, да, тут есть костюм Дарта Вейдера за 3000 долларов. Да, друзья, вот такой вот. И выглядит он потрясающе. Что ж, проходим в другое место. К сожалению, костюмов джедаев было маловато почему-то, не знаю. То есть, вариативности мало, только всякие жилетки непонятные. Ну, опять же, что поделать. Зато комиксов было достаточно. Фанаты почитать могут, в принципе, взять. К сожалению, опять же, ничего по расширенной вселенной. Зато вот нашел старые добрые Войны Клонов. Ну, а по расширке, опять же, да, Войны Клонов нет. Упоминаний Старкиллера нет. Галаномарака, конечно же. Но, опять же, сайдшоу. Сайдшоу Хан Соло. И дроиды всякие. Принцесса Лея, Мастер Йода. Шлема штурмовиков. Можно взять, кстати, единственное, что хорошо в Звездных войнах от Дисней. Это, мне кажется, штурмовики. Вот над ними реально поработали. А все остальное, ну, вы сами понимаете. Ладно, переходим к чему-то более интересному. Тут у нас световые мечи, лампочки, охотница за головами, люк. И, кстати, да, тут действительно лазерные мечи продавались. Но так как у меня есть, я, в принципе, не брал. И плюс, как их вести-то, непонятно. Ну, у нас тут зато есть дань прошлому, первая фигурка Дарта Вейдера, выпущенная в мире, сделанная в несколько метров ростом. И вот у нас стенка с автографами. Это довольно интересно. И, да-да, вот на то, что я навелся, я купил. С автографом самого Дэйва Прауза, оригинального актера Дарта Вейдера из 70-х. Вообще, представляете, как это круто? Я еле уговорил маму, чтобы она мне приобрела эту вещь. Ну, тут также был с Йодой. Ну, да, и цены тут, конечно, не маленькие. Но вы понимаете, что в руке вы держите. Это, черт возьми, оригинальному актеру Дарта Вейдера уже 82 года. И у меня есть его оригинальная роспись. На официальной фотографии из Звездных войн в 2005 году он ее подписал. И тут опять Дарт Вейдер. Ну, ё-моё, это насколько идеально. Я до сих пор не могу сдержать эмоций. Тут, да, вот смотрите, какой класс показывает лучшую битву из Звездных войн. Мне прям аж это бальзам на душу. Потому что упоминания все-таки, вот, приквелов и так далее, это прям очень классно. И тут даже можно было создать свой собственный меч. Правда, у них не было деталей. Они сказали, ой, мы все распродали, поэтому вот вам готовы. Немного расстроился, но что поделать. Жаль, не было упоминаний генерала Гривуса почти. То есть, как-то про него все забыли. Дроидов не было. Их статуй. Но, в целом, все выглядит, конечно, здорово. Так сказать, Микки Маус пока что... Знаете, опорочив фильмы, они не сильно опорочили эти самые магазины. То есть, как бы, да, штурмовики Первого Ордена, но насчет их дизайна я ничего плохого не имею. То есть, штурмовики действительно крутые. Ну и, в целом, такой вот магазинчик там еще был за углом. Но, в целом, вот фотография отдельно, автографа. Просто до сих пор не могу поверить, что у меня такая вещь есть. Поэтому она будет стоять в рямочке, я на нее не буду дышать. Это так вам показать, чтобы вы хотя бы на экране это потрогали. Тут даже сертификат есть, то, что это действительно Тарт Вейдер подписал. В общем, всем спасибо за внимание и да пребудет с вами сила, друзья. Увидимся. Да, и напоследок хочется добавить. Если у вас когда-нибудь в жизни будет возможность поехать в Лос-Анджелес, а это было именно там, то вы попадете в рай Звездных войн в Диснейленде. Я серьезно. То есть, да, там будут упоминания новых этих фильмов ужасных, но если на них не обращать внимания, вы попадаете словно в сказку какую-то. То есть, для меня это было действительно что-то с чем-то. Я очень рад, что туда поехал. Видимо, это мое самое любимое место, где я вообще побывал в своей жизни. Ну, как-никак, еще и такую вещь приобрел. Также, соратники, хотелось бы сообщить то, что скоро на моем канале выйдет отдельное видео про студию, про Universal Studios. Это, если что, в Голливуде, где снимают почти все фильмы. Ну, не все, конечно, но большую часть. Одна из самых популярных студий. Там снимали Трансформеры, Гарри Поттер, так что я побывал еще и в Хогвартсе. Все вам расскажу, все вам покажу. Ну, а на этом все. Всем спасибо за внимание. И да пребудет с вами сила. Удачи!